друзья кисловодский цирк он единственный на кавказских минеральных водах это кисловодский гордиться построен еще советское время здесь по моему по моим данным ремонт прошел я сам но давно не был на проспекте победы находится цирк вот за этими елками соснами находится санаторий солнечный немножко видно проглядывается большой санаторий заполняемость хорошая вот проспект победы немножко пройдемся отель проспект я что хотел друзья мои рассказать небольшую криминальную историю которую средства массовой информации центральные в общем-то мало освещают видите здесь вот так территория территория заброшено много лет все обещают кинотеатр россии привести отремонтировать божеский вид привести и кинотеатр уже сколько лет на 1 30 не работает и вот территория советское время тут все было ухожено красиво вырушенная территория самое интересное что хотел сказать напротив администрация находится города вот она ну вот вкратце вкратце потому что я не знаю этого директора санатория солнечного он бывший генерал майор милиции мвд отставник какими они путями там пришли стали владельцами этого санатория брат был значит я так понял типа главный акционер и санаторий пикет у них там корпус возводили и брат его директор погиб трагический хотя генерал говорит что его убили поэтому если хотите ознакомиться интересная история и произошел ридерский захват пока шло следствие на этого генерала якобы он хотел после смерти брата хотел убить на нанять киллера и убить жену брата следствие шло где-то наверно я не знаю года три наверно суд прошел значит его оправдали не доказали ничего генерала оправдали в этот же день ему стало плохо после суда его забрали больницу и он не успел попасть домой даже за ним приехали арестовали заново возбудили новое уголовное дело он так и сказал что меня здесь живым не отпустят и вот пока это три года там следствие шло значит все там акции его пришли к другим людям вот сейчас там значит другие руководят вот я что хотел сказать ну вот это власть которую вы говорите нынешняя буржуазная это продолжение тех 90-х годов которые были они продолжаются еще это посмотрите в блокнот ставрополь он освещает эти суды комментарии генерала на сайте блокнот ставрополь видео посмотрите все это очень трагично если учесть что это все творится в нашем родном городе кисловодске а наш край занял третье место третье или четвертое о по коррупции в россии вот можете посмотреть что творится в нашем городе вот это напоминает мне вот этот разбитый погибший кинотеатр россия который все про него каждый год говорят деньги вкладывают какие-то там технические проекты проходят проводят а все остается там же вот мозговой центр сейчас исполняющий обязанности мэра сергиенко из таврополя пришел у этого значит товарища в налоговой раньше он работал там тоже у него проблемы были потом работал в краевой водоканале тоже проблемы с правоохранительными органами были вот пришел сейчас руководить кисловодск не знаю доведет порядок нынешний мэр в больнице лежит на самокате получил травму москве находится и вот мы идем я считаю что кисловодск наш город он больной как волошина госпожа говорит что у нас город процветает знаете я не вижу особого процвета не вижу все это блекло очень как вот этот не знаю там по-моему еще и ремонт на озере посмотреть на как длится я не уверен что там все удачно закончится все очень долго медленно подрядчики работают в городскую больницу начали строить новый корпус корпус новой больницы и брошенный стоит деньги убили по трясика отказались по какой причине то ли они не смогли исполнить то ли деньги там куда-то дели не знаю но чем есть видео у меня больница корпус больницы и только подготовили площадку для строительства и все на этом закончилось ну и продолжение всего этого уже скоро три года будет как в городе нету бани если на баня закрыта каждый год они там обещают проводить какие-то аукционы в аренду сдать кому-то чего-то уже последняя информация была что 1 июня значит этого года уже известно будет но я на сайте городской администрации вот уже месяц прошел июня 1 июля я так и не увидел информации прошел аукцион какое будущее нашей бани и город находится без бани русской бани нету людям в парилку сходить нельзя да приходится висентуки ездить вот этот россия тоже сколько еще будет стоять обещали нам тоже что уже каждый год обещают что приступят к работе никто ничего не приступает так что вот такая ситуация процветающим кавычка городе кисловодске будем контролировать будем смотреть и вам рекомендую посмотреть судьбу генерала если у нас генерал мвд оказался беззащитный перед этой извините заражение бандой а о чем тогда говорить простому человеку гражданину жителю россии о том что творится у нас скоро будут выборы делайте выводы думайте о будущем свои детей и внуков но это власть единая россия она уже по моему все черты пропасти прошла уже осталось нам теперь еще организовать мировую войну и все будет на этом закончено по моему ситуация внутри страны нездоровая обстановка люди нищие на 15 тысяч пенсию живут со всем миром мы потеряли контакты у нас друзей не осталось кроме белоруссии и внутри россии вы сами видите какая ситуация экономическое положение страны у нас в магазинах еще раз повторяю вы сами прекрасно видите все у нас в магазинах китайская наша промышленность за 100 и как вот это кинотеатр россия слов нету просто до новых встреч друзья